В 2020 году исполняется 85 лет московскому метрополитену. В прошлой серии мы рассказали о проектах строительства, показали, как собственно оно строилось, как запускалось первое движение. Вы увидели старые поезда и первые вагоны. Теперь обратимся к настоящему. Именно в последнее десятилетие московский метрополитен совершил невероятный скачок вперед, а также сделал огромный шаг навстречу пассажирам. Но обо всем по порядку. Только вдумайтесь, за один день в будни метро пользуется свыше 9 миллионов пассажиров, что сопоставимо с населением некоторых стран. Через наиболее загруженные станции ежедневно проходят от 80 до 140 тысяч пассажиров, а работают в метро более 60 тысяч человек, чтобы мы с максимальным комфортом доезжали из пункта А в пункт Б. Метро достаточно быстро разрастается, делая город доступным для миллионов москвичей. За последние 10 лет открылось более 80 станций. Многие из них решили острые транспортные проблемы горожан. Некоторые и вовсе расположены за МКАД, что делает московский метрополитен уже немного подмосковным. Ну, во-первых, прогресс, конечно, не остановить. Все, что вокруг нас, все, что в московской агломерации происходит, рано или поздно все равно будет иметь максимально комфортный доступ к центру. Справедливо замечено, что новые станции появляются не столько там, где уже живут люди, а там, где их еще нет. С точки зрения городского развития, станция метро – это как раз тот редкий случай, когда действительно можно набрать довольно хорошую плотность в этом месте, где она появляется, и при этом, ну, это будет транспортно обеспечено. То есть это не будет такое автомобильное гетто. Метро надо строить еще больше, оно может быть и в пять раз больше. А если вам кажется, что московское метро, оно уже ужасное и уже нельзя понять, что там происходит, посмотрите на схему метро Токио. Одна из самых современных станций московского метрополитена, которая открылась в марте 2020 года – станция Стахановская. Давайте посмотрим, как велись работы по строительству станций. Какие инновации были использованы, чем она отличается от остальных, и что принципиально нового будет на этой станции. Начнем с самого масштабного, а именно двухпутный тоннель. Суть двухпутного тоннеля в том, что задействован большой щит большого диаметра, а внутренний диаметр тоннеля составляет порядка 9,4-9,6 метра, что позволило во время строительства ускорить скорость проходки. В данном тоннеле поезда будут двигаться в двух направлениях. Платформы находятся по бокам, а сами пути проходят посередине. Средняя скорость строительства двухпутного тоннеля – 450 метров в месяц. А диаметр тоннеля проходческого щита, с помощью которого осуществляется прокладка – 10 метров. Это средняя высота двухэтажного дома. Размер поистине удивляет. А еще этот тоннель не только двухпутный, но и двухэтажный. В верхней части расположен вентиляционный канал. При возникновении пожара датчики реагируют на изменение температуры. Они отправляют сигнал, после чего происходит открытие клапанов. Огромными вентиляторами дым высасывается из тоннеля наружу. Данная система разработана на случай возникновения аварийной ситуации и помогает людям безопасно покинуть тоннель. В случае каких-то нештатных ситуаций, там, возгорания состава, либо еще что-то, либо будет обнаружен очаг возгорания пожара, и следовательно будет включена непосредственно вентиляция дымоудаления. Для многих станция – это только кассы, эскалаторы и платформы. Но это не все. Каждая станция – это прежде всего станционный комплекс, который включает в себя множество блоков служебных помещений. К ним относятся комнаты отдыха, комнаты приема пищи, раздевалки, душевые, санузлы и технические помещения. В одном из таких помещений расположено сердце станции – ТПП. Тягово-понизительные подстанции, которые запитывают все перегоны, пути и сам станционный комплекс. Специальный навес защищает оборудование в случае аварии и попадания грунтовых вод. Мощность этих машин впечатляет. Это путевой лоток, с помощью которого происходит весь водосбор в тоннеле. Вся вода выбрасывается в городскую сеть канализации. Тоннели проектируются с учетом пониженной точки вне расположенной резервуары, в которой истекает вода при уборке тоннелей. На этом объекте одновременно могут работать до тысячи человек. Когда работы по строительству закончатся, свет в тоннеле будет более приглушенный, а при приближении к станции количество света будет увеличиваться. Это сделано для того, чтобы глаза машиниста постепенно привыкали к свету. Станция Стахановская является частью Некрасовской линии московского метрополитена. Именно на этой ветке будет открыта станция Нижегородская, которая станет частью транспортно-пересадочного узла Рязанский, одного из крупнейших в столице. Станция построена открытым способом. Дизайн выполнен в стиле конструктора Лего. При оформлении Нижегородской использовали главный художественный прием супрематизма, сочетание геометрических фигур и ярких цветов. Московское метро не самое веселое метро на свете, потому что кто хочет, чтобы было вау абсолютно и недостижимо, того я приглашаю съездить в Стокгольм и на линию Т отправиться посмотреть, потому что там станции, которые выдолблены в скалах, раскрашены кжелью или детскими рисунками, они абсолютно фантастические. Москва в этом смысле довольно консервативный город, и у нас традиции такие более, в общем, мы гораздо более спокойные, традиционные ребята. Нижегородская, ну, просто веселая станция по сравнению со всеми остальными станциями. Московское метро тщательно готовилось к Кубку конфедерации и Чемпионату мира по футболу 2018 года, в наследство от которого нам остались красивые двуязычные схемы линий и, конечно же, ни с чем не сравнимые объявления станций на английском языке, так любимые россияны. Улица 1900, кятовый ходу стейшн. Мы напечатали специальные версии станций, которые показывали, как доехать, каким образом, сразу до ближайшего стадиона, чтобы не надо было по всей схеме искать. То есть мы рисовали маршрут для людей, а все остальное просто приглушали на схеме. Интересность этого проекта только в том, что он весь был сделан роботами, потому что огромное количество вестибюлей, и на каждой станции надо было вешать свой уникальный вариант. Помимо новой навигации появилась новая схема метро, которая уместила в себе большую кольцевую линию НЦК, а теперь еще и московские центральные диаметры. При этом осталась понятной для пассажиров. Схема метрополитена мне очень нравится. Много работ туда было положено, и если кто-то хоть сколько-нибудь в графическом дизайне разбирается, это такая очень сложная задача, очень много элементов. Да, очень важно понимать, что схема — это не карта. Это не карта московского метро, это схема московского метро. То есть она условная, потому что если мы возьмем карту и нанесем на нее все станции, то они будут находиться на таком большом расстоянии друг от друга, примерно как Луна от Земли, что вот эти вот дырки будут огромными и неудобно будет пользоваться, потому что длина перегона от станции до станции, она для человека не информативна. Мы исходим из того, что схема метро — это схема телепортов. Ты зашел в эту станцию, каким-то образом переехал на какую-то другую станцию и там вышел. Поэтому нам нужно было расположить эти все объекты, чтобы они сохраняли некую преемственность относительно карты, чтобы люди примерно понимали, что север наверху, а юг внизу. И чтобы туда при этом поместились все эти объекты. А их довольно много. А иногда очень сложные конфигурации. А потом, чтобы жизнь легкой не казалась, нам такие МЦК, типа, а теперь сюда разместите. А еще, чтобы было сложнее, у нас есть места, где переходы со станции метро на станцию МЦК, надо идти 500 метров по земле. И это все надо тоже нарисовать. Это все должно быть умещено в одной схеме. Плюс у нас очень много сложных случаев, типа, кроссплатформных пересадок, как на Китай-городе, которые тоже надо обозначить на схеме. Потому что не все люди вообще даже подозревают, что такое бывает. Очень многие, кто первый раз приезжает на Китай-город, они пару раз бегают с платформы на платформу через переход. Потому что они не могут поверить, что то, куда им надо было, находилось просто через платформу. Метро уже давно стало важным культурным и социальным объектом. Прочно закрепило свой статус в кинематографе. Сейчас ведутся съемки, наконец-то, фильма «Метро-2033». По-моему, в «Метро» должен играть актер Александр Петров, а фильм должен выйти буквально уже года, наверное, через полтора. И в литературе. Вселенная «Метро-2033» стала самостоятельным каким-то уже культурным явлением. То есть люди придумывают себе параллельное существование, так сказать, возможное в постъядере, после «Конца света». Наибольшей популярностью пользовались романы питерского автора Андрея Дьякова. Как один раз шутил Дмитрий Глуховский, видимо, сказал он, они в постъядере там уже и живут. Уже несколько лет москвичей радует проект «Музыка в метро». Городские музыканты в самых разных жанрах выступают в переходах и вестибюлях. Иногда там можно увидеть даже звезд. Достаточно следить за расписанием концертов на сайте Метрополитена. Кстати, чтобы попасть в число выступающих, нужно пройти самый настоящий кастинг. Всем привет! Мы группа Mad Brass Band, и мы участники проекта «Музыка в метро». Я считаю, что это очень круто, что метро живет вместе с городом и поворачивается лицом к людям, потому что очень долго это была транспортная система, которая людей, можно сказать, отталкивала или, по крайней мере, никогда не хотела с ними разговаривать на человеческом языке. Песни мы стараемся обновлять почаще, потому что некоторые люди даже приходят на наше выступление в метро, на анонс специально, чтобы послушать. Кстати, у нас в Никитае городе постоянно выступают какие-то коллективы, и это замечательно. И люди стоят, и слушают, и наслаждаются, и снимают, и это бесконечно повышает настроение. И там иногда бывают просто потрясающие коллективы, прям за душу берущие. С точки зрения пассажира, московское метро устроено достаточно просто. Купил билет, прошел через турникет и спустился на станцию, и поехал. Но, разумеется, все понимают, что работа метрополитена – это колоссальный труд десятков тысяч человек. Ну, например, там пассажир не знает, что при заходе в состав в депо там снимается телеметрия с него, да, и мы сразу знаем, там, где, как что отработало, она еще автоматически расшифровывается. Это здорово. И как раз лучшее вот в этих будущих технических системах метрополитена – это, наверное, то, что пассажир не будет их замечать, как и нынешний. Почему? Потому что если пассажир их не замечает, значит, мы едем хорошо. И это очень здорово. Иностранцы, приезжающие в Москву, поражаются чистотой нашего метро. Да что и говорить, роскошь начинается с чистоты и порядка. Я думаю, что метро Московский метро будет гораздо более чистым, чем английский. Потому что в Ингландии мы распространяем книжки, поэтому до конца дня есть книжки везде, и есть грязь, и, да, мы не самые чистые люди. Но я думаю, что в Москве это пленненность на уровне. В Лондоне у нас есть там «underград». Это очень старый, и это даже настоящий «underград». Но в Москве есть метро, это даже дворец под землей. Еще одной интересной инициативой московского метро стали тематические поезда. Так в столичной подземке курсируют спортивные и ретро поезда. Много составов, посвященных Великой Отечественной войне. Мы сделали уже довольно много метро поездов. Мы делали для ЦСКА, мы делали для года Шекспира в России. Русский поезд ездит в Лондоне. В какой-то момент оказалось, что мы так хорошо, быстро и легко это делаем, что все люди, абсолютно самые разные независимые заказчики, от английского посольства до спортивных команд, приходят к нам и заказывают у нас дизайн метро поезда, потому что мы уже все про это знаем. Это довольно объемная работа. Она непростая. Если бы метро запустил тематический поезд метро 2033, то, конечно, там бы нужно было поместить костюмы химзащиты, можно там муляж свиньи, потому что это, по легенде, это тоже животное, которым питались сталкеры. Но костер, конечно, развести в поезде никто бы не позволил. Может быть, как-то нарисовать его там на стене где-нибудь, как Буратино. О том, как будет развиваться метро дальше и что ждет его в будущем, мы расскажем в следующей серии. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы узнать, полетим ли мы на метро в космос. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Субтитры подогнал «Симон»!